привет в этом видео я покажу как можно сделать самому палитру представьте ситуацию допустим у вас есть маленький тюник вы собрались на пленэр но у вас нет под него палитру то есть у вас есть какая-нибудь огромная палитра и маленький тюник нам понадобится любая фанера вот видите она с одной стороны вообще покрашена с другой стороны такая вот какая-то старая от я даже не знаю чего наверное это мебельная какая-то пригодится какой-то шаблон если хотите не заморачиваться вам нужна только ножовка обычная ножовка по дереву и можно вырезать прямоугольную палитру то есть форму вы сами определяете я же хочу для своих целей сделать большую палитру вот такого образца такой формы все очень просто кладем шаблон и я отступлю так как я говорил хочу немножечко больше и сделать то вот приблизительно на одном расстоянии я буду вот такие засечки делать и отмечать их вот здесь таким образом я наметил контуры вот здесь специально сделаю вырез то есть вот этого не будет для чего очень часто вот этот край палитры мешает поэтому я решил сделать наоборот здесь такой вот выемку кстати у репина по моему такая была палитра такой формы у меня получилось вот такая форма внутри просверлил отверстие и сейчас электролобзиком вырежу вот этот кружок чтобы эту палитру можно было держать большим пальцем если у вас нет электролобзика это можно делать резаком ножом чем угодно отмечу что вот это отверстие она не очень то и нужно края палитры сейчас имеют сколы поэтому мы берем обычную наждачную бумагу можно нулевку и вот таким образом затираем эти школы после шлифовки контуров мы покрываем палитру олифы также можно лаком но лучше вот олифа это самый хороший вариант как покрывать равномерно слоем что вы олифа впиталась в вот эти поры фанеры то есть обработанная фанера таким образом это самый хороший вариант я считаю желательно покрыть ее два раза но нужно дождаться полного высыхания пусть там дня два она постоит и после еще разочек покрыть вот такая палитра в магазине стоит где-то от 250 до 400 рублей смотря какой магазин вы можете понаделать на будущее да там на зиму таких палитр очень много ну хотя если следить за палитр этого в принципе ее хватает надолго вот допустим у меня палитра уже продержалась почти два года и я за ней просто слежу счищая ненужную краску а это палитру оставлю в деревне на даче если вдруг забуду палитру из города то здесь будет запасной вариант всегда давайте давайте подведем итог за пять минут мне удалось сделать вот такую палитру я выбрал специально такой формат такой размер такую форму и сделал ее под себя для чего нужна вот эта выемка чтобы прислонять груди это было удобно да можно также проделать вот здесь отверстие здесь отверстие и через шею вешать палитру чтобы она у вас была на весу таким образом вас руки будут свободны и вы сможете одной рукой ветош держать другой там кисти как угодно да это отличный вариант второе я очень часто замечаю что в фильмах в картинках в интернете везде показывает палитру вот с таким кружочком этот кружочком для того чтобы держать палитру так пальцем большим но нужен ли он вам вот в чем вопрос то есть можно сделать палитру по каким-то стереотипом что так должно быть и это будет неудобно а если вы ее используете допустим стационарно но кладете возле мольберта или там на этюдник то вот это отверстие вот это выемка совершенно не нужны то есть они вам только будут мешать поэтому не нужно гоняться за тем как должно быть делайте палитру так как а вам хочется так как вам удобнее вот и вот эти все размеры до какие-то может быть вот здесь можно сделать под масленки специальные вырезы то есть насколько фантазии хватит да это очень удобная вещь мы может получиться у вас если вот вы именно сконструируете свою палитру можно сделать здесь прямой угол здесь закругленный здесь с такой выемкой здесь с какими-нибудь там под масленки до чтобы они надевались все это можно делать друзья не обязательно делать а без вот такую вот палитру как на картинке так как она должна выглядеть вот как должно так и надо делать нет вы же художники поэтому можно это все обыграть чем хороша эта палитра она легкая это дешевый материал то есть я вообще никаких затрат финансовых не осуществлял поэтому можно найти какую там мебель да и в принципе из нее сделать с вами был дмитрий ревякин ставьте лайкосики делитесь видео с друзьями до встречи пока